И снова всех категорически приветствую! У нас сегодня продолжение темы с Гариком. Друзья, мы продолжаем цикл роликов про выделительные системы. В двух словах напомню, их всего четыре. Две основных – это кишечник с печенью, почки – это две главные выделительные системы и две второстепенные выделительные системы – это кожа и легкие. Чем главные от второстепенных отличаются, что главные работают всегда, худо-бедно, но они работают всегда. Сегодня речь пойдет о самом главном органе. Еще есть такие анекдоты. Расскажи, какой самый большой орган у человека? И Пейска смеется, хи-хи-хи-хи. Не то, что ты подумал, это кожа. Да, друзья. Кожа – это орган. Закончим мысль. Второстепенные выделительные системы от главных отличаются тем, что они работают не всегда или по-разному у людей. И поэтому наша цель – заставить работать их в полную силу. И что для этого нужно сделать, мы сейчас вам с Олегом объясним и расскажем. Итак, значит, кожа. Дело в том, что, как правильно Олег вспомнил анекдот, кожа – это действительно… Ну, представьте, какой площади кожи у каждого человека. Ну, понятно, это зависит от размера человека. Но в среднем, я думаю, что на этом, ну, полтора, а то и два метра. У крупных людей это два квадратных метра. Два на два метра – одеяло такое может звучать? Да, да. Кожаное одеяло. Ну, мы это кожаное одеяло вносим на себе. И поэтому, вы представляете, как много можно через вот такую площадь вывести водорастворимых шлаков и токсинов, и жирорастворимых шлаков и токсинов. Да, ведь кожа, на самом деле, она очень обильно. Ну, тут все есть. И кровеносная система, видите, и жировые клетки, и вот волосяная луковица – это вот сальная железа. Нет, это потовая железа. Это потовая железа, да. Сейчас я об этом… А сальная где тут? А я вам скажу, она вот волосяной фоллигулей. Да, волосяная фоллигуля, да. И вот верхний слой эпидермиса, он тоже оказывается сам очень обиденными слоями. Роговый слой, который слушается, да, блестящий слой, зернистый слой, шиповидный слой, базальный. Базальный слой. Базальный слой, да. Так вот, друзья, в чем самая главная проблема кожи? Дело в том, что создатель создал нас, ну, голенькими. Он не предполагал, что кто-то будет носить там Версачи, кто-то Гуччи. В общем, про одежду создатель вообще не думал. И вы посмотрите, как вот эти, скажем так, дикие, неконтактные племена живут. Они буквально сделали, вот как там, набедренная повязка, ну, из листьев что-то. Прикрыли, как говорится, частично наготу. И так ходят постоянно. И даже вот эти племена, живущие там, ну, в тропиках, в субтропиках, подвергают свою кожу, вот, перепадам температур. То есть, допустим, температура днем может быть там 40-45 градусов, а когда солнышко село, ну, сколько там будет, Олег, в тропиках? Ну, 20-23 градуса, да? Ну, где-то так. Поэтому, вот, то есть, на 20-25 градусов скачет температура в течение дня. Скачет температура, да. То есть, днем жарко, ночью попрохладнее, но... Но это представьте, все равно, что вы контрастный душ приняли, да? Сейчас я об этом подробнее расскажу. То есть, даже вот эти люди, которые живут в племенах, они подвергают себя разности температур и не болеют. Ну, судя по тому, что они жили и не вымерли, скорее всего, да. И вы посмотрите на их кожу, они шоколадного цвета, и никаких нет ожогов у них от солнца, хотя они там, ну, понятно, там могут в тенече где-то спрятаться, там искупаться где-то, но большую часть времени они ходят прямо под открытым солнцем. Еще говорят, ультрафиолетовые лучи вредны для кожи, да? Ну, судя по ним, ничего не вредно. То есть, создатели вред такой относительный. Поэтому, в чем проблема современного человека и человечества? Дело в том, что мы лишили себя вот этой разности температур. Мы постоянно носим какую-то одежду. Ну, так как мы живем в социальном обществе, мы, естественно, не будем бегать горненькими. Ну, выйди на улицу голенький, ну, сразу окажешься в Кащенко где-нибудь. Поэтому как-то так. И вследствие этого кожа плохо у нас реагирует на вот эти температурные воздействия, вот эту на разницу температуру. И наша задача заставить кожу хорошо работать. Почему это важно? Почему? Как вот, если вы посмотрите на кожу, то увидите, что там очень много таких своеобразных дырочек, ну, дырочек, скажем так. Вот. Они двух видов. Из одной дырочки, одна просто дырочка, а из другой дырочки растет волосок. Так вот, дырочка без волоска, это потовая, это через нее выделяется пот. Это проток потовой железы. Пот это влага. Да. А из дырочки, от которой растет волосок, это уже выход протока с сальной железы. Ну и, друзья, как вы вот в быту видите, если голову долго не мыть, она становится, говорит, вот у тебя жирные волосы. Вот откуда берется этот жир? Это вот сальные железы выделяют этот жир прям по волоску, смачивают его таким образом и выделяют наружу. Какая тут особенность? Как вот это второститие? По волоску он стекает, да? Ну, стекает, испаряется, засыхает, в колтуны превращается. Стекает нет, он не такой жидкий, он просто на открытом воздухе он теряет влагу. А вот интересно, для чего это придумано? Прижундые организмы? Ну, дело в том, что вот это как бы кожное сало, ну, как своеобразная смазка такая, чтобы просто кожа была эластичная, не появлялись там трещины, морщины, там, заломы какие-то. Вот, ну, так мы устроили. Естественный природный крем. Да, естественный природный, ну, да, скажем так. Лосьон. Ну, лишь крем, скажем так, да. Так вот, как вот кожа связана с основными выделительными системами желудочно-кишечным трактом с печенью и почками. Смотрите, друзья, какая получается интересная картина. Так как из пота мы выделяем жидкость, кто много занимается спортом, они знают, что пот соленый на вкус. Это вот о чем говорит? Что вот это вот натрий хлор, ну, вот эта вот поваренная соль, которую мы едим, она, это самый древний, самый хорошо известный телу, усилитель вкуса и консервант. И так как вы видите, что пот соленый, она элементарно выводится из организма. В прошлом ролике я говорил, но в этом коснусь. Единственное, что соль, она берет на себя воду, увеличивает АЦК, объем циркулирующей крови. Для гипертоников это не есть хорошо. Так вот, сальная железа, как она помогает? Еще раз повторюсь, значит, потовая железа выводит в водорастворимые шлаки и токсины, тем самым помогая почкам. Поэтому у людей, которых больные почки, им врачи что советуют? Переезжать, жить в теплый климат. Просто чтобы вот эти водорастворимые, подчеркну, шлаки и токсины, которые выводят почки, больные почки не справляются с этой задачей или плохо справляются. Поэтому, чтобы из кожи, кожа брала вот эту нагрузку, то есть она страхует и помогает работе почек. По-моему, это просто замечательно. Очевидно. Или можно в больную ходить чаще? Ну, об этом потом же мы будем. Да, потом мы. Так вот, сальная железа. Так как есть у нас в организме еще жирорастворимые шлаки и токсины, которыми занимается печень. Вообще печень это жировой обмен. Так вот, сальная железа, она помогает печени выводить жирорастворимые шлаки и токсины. Поэтому, друзья, надеюсь, вы уже поняли, что как важно хорошо работающая кожа. То есть она помогает и почкам через пот, и через кожное сало. Она помогает печени избавляться от того, от чего организм решил избавиться. В общем, выводится токсины, да? Да. Жирорастворимые и водорастворимые. И водорастворимые, да. Ну, я еще обычно своим ученикам говорю, что лимфатическая система, которая чистит наш организм, она напрямую связана с потовыми железами. То есть она всю газы собирает и тоже через нее Ну, можно сказать в общих словах. Так вот, посмотрите, как потеет современный человек. Ну, все знают. Первым делом, что потеет? Лицо. Лицо, голова там, по шее подбежит. Все. Вот это самое хорошо потеющий участок кожи на теле человека. Дальше что потеет? Дальше потеют подмышки. Ну, вследствие того, что тут, как сказать, мы прижимаем руку к телу, как бы кожа об кожу греется. Ну, даже если вы без одежды будете сидеть, все равно подмышкой будет потеть. Там повышается просто ну, как друг к другу. Если к друг другу прижаться, будет же теплее. Правильно? Так вот, если вы прижмете руку к телу, то это примерно тот же самый эффект. Просто будет теплее и будет выделяться пот. Ну, то же самое, наверное, в паху. Ну, нам, да, ну и в паху, конечно, то же самое. Ягодичной складки, можно сказать, то же самое. Так вот, хорошо потеет лицо, голова, шея. Шея часто потеет, люди, шарфики даже специальные какие-то. Да, да, да. И подмышки. Но я при себе могу заметить, что у меня, например, стопы еще потеют. Ну, так я, конечно, я, дальше мы же сверху вниз опускаемся. Да, дальше у нас есть спина еще. спина, у одних людей хорошо потеет, вот прям рубашка прилипает, у других средний потеет, есть люди, у которых вообще спина не потеет, там хоть забегайся, ну, не потеет и все. Дальше мы опускаемся, как вот Олег сказал, пах, это примерно то же самое, как и подмышкой, и хорошо потеют ноги. Вот, ну, к чему это ведет, мы на этом останавливаться не будем. Да, еще забыл сказать, что и руки хорошо потеют. Буквально, если с кем-то вы здороваетесь за руку, возьмешь пару человека, она мокрая, липкая, как у липушки, в основном смысле слова. Бывает, бывает такое, да. Так вот, о чем это говорит, друзья? Почему потеют, вот, больше всего хорошо, вот, лицо, шея, руки, стопы? Друзья, да все очень просто. Дело в том, что вот эти участки тела человека, ну, за исключением ног, конечно, сейчас на них попозже снулись. То есть, в любое время года мы выходим, у нас лицо не покрыто одеждой, друзья. В таком климате, как в Москве, многие и без шапок ходят. Ну, что, тут вышел, до метро добежал, упал, поехал. Следующее, руки не покрыты у нас. Ну, кто-то носит перчатки, варежки, кто-то нет. Я перчатки вообще не ношу. Да, вот, руки, то же самое, они подвергаются вот этим вот разностям температуры, друзья. Ну, и что касается стоп, да, мы, конечно, по улице ходим в обуви. Вот, допустим, там, ну, минус 10, мы надели зимние обуви, ходим, ходим, ноги вроде не потеют, но зашел он куда-то в магазин, в торговый центр, походил там 20, ну, сколько-то минут, кто как ходит, начинает потеть ноги, перегревается, да. Более того, мы пришли домой, мы как правило, как правило снимаем обувь, носки, и ходим, ну, босиком, кто-то в тапочках. Поэтому стопы тоже подвергаются разности температур. То есть, это говорит о том, что те участки кожи, которые у нас подвергаются разности температуры, они лучше работают, Да, друзья, и тут очень простой механизм, ну, обычная физика. От нагревания все расширяется, а от холода все сужается. Поэтому, вот эти прокаченные места кожи, они работают хорошо. Так наша с вами... Вот почему у меня такие большие щеки. Шияются. Нет, может кто-то очень много ест. Можно быть про это. Да, так вот, друзья, наша с вами задача, чтобы кожа потела и выделяла вот все шлаки и токсины, водорастворились, и жира расстроились. Чем чаще, тем лучше, как говорится, 7 потов должно в день остаться. помогало почкам, помогало печени. То есть, наша вся задача заставить кожу потеть всем участкам. Согласен. Ну, всей площадью, хотел сказать. И для этого, как вы уже поняли, мы должны создать кожу разность температур. Так что же это создает? И, друзья, это очень простые, элементарные процедуры, которые есть буквально в каждом доме. Первое, это контрастный душ. Для чего и как его делать? Контрастный душ записываем. Да, контрастный душ. Самая первая, самая простая, самая доступная процедура. Значит, как он делается? Я вам расскажу классический рецепт, а вы его уже под себя приспособите, и как поймете буквально сейчас. Значит, мы просто залазим в ванну или в душевую кабину. Ну, тут, мне кажется, удобнее в ванну взять вот такой душ, который на шланге. Дело в том, что голову поливать тут нежелательно. Лучше не надо голову поливать. Значит, что мы делаем? вот эту контрастную процедуру, мы должны дать тепло и холод. Тепловая фаза, она должна быть больше. Поэтому мы берем душ, включаем теплую, или я бы сказал так, горячую воду. Какой температуры, какую вы можете терпеть вот в данный момент. То есть, не нужно ставить подвиги, если вы не можете сейчас обливаться сильной горячей водой. Ну, просто ваш уровень кожи не предполагает такую высокую температуру. На массовом не надо, да? Да. В зоне комфорта, не надо себя пытать, мучить. Пусть это будет не холодная вода, ну, не то, что чуть тепленькая, ну, слабо горячая, я бы сказал так. Но обычно слабо горячая вода это вот уже на 2-3 градуса теплее, чем тело. чем 36,6, там, 38 градусов, 39, там, ну, я говорю, не надо там термометром измерять, просто, чтобы вам было комфортно. Потому что вы должны пополивать себя 5 минут. 5 минут вы должны пополивать, да, вот, от шеи и ниже все, руки, ноги, спину, животе, грудь, ну, то есть, все должны прогреть в течение 5 минут, еще раз подчеркну, такой температурой, которую вы можете терпеть. Как прошло 5 минут, вы переключаете воду на холодную, ну, опять же, не на ледяную, не нужна нам ледяная вода, а сделайте, ну, слабо тепленькую, или слабо холодную, даже не знаю, как сказать, но опять же говорю, какую вы сможете терпеть. вот, и поливаете себя не больше минуты, 30 секунд, 40, еще раз, 5 минут нагреваем себя, 30 секунд, 30 секунд минута, 60 секунд, 30 секунд или 60 секунд себя поливаем прохладной водичкой, которую вы можете терпеть в данный момент, потом будете ледяной обливаться, сейчас, какую можете терпеть, это один цикл, и таких циклов нужно сделать три, коротенько, 5 минут поливаем, минуту, 5 минут тепленькой водичкой, горячей, какой можно терпеть, минутой холодной, опять 5 минут горячей, минуту холодной, 5 минут горячей, минуту холодной, все, процедура закончилась, берете полотенце, вытираетесь, и, если вы после этого контрастного душа почувствовали прилив сил, или немножечко так расслабились, ну, такое ощущение, как после бани, немножечко, вот такое должно, значит, вы все сделали правильно, процедура сработала, и вы молодец, так вот, что происходит во время этой процедуры, да, когда вы горячей водой поливаете, поры расширились, поры расширились, секрет вот этих желез стал хорошо выходить, либо это пот, либо это кожное сало, когда вы переключились на холодную водичку, что поры, поры сузились, да, и они прям вот выдавили, вот, если это застойный, как из тюбика, да, как из тюбика, буквально, выдавили это, пот, или кожное сало, вот это то есть мы заставляем контрастными процедурами поры расширяться и сжиматься, расширяться и сжиматься, вот, и тем самым мы помогаем почкам и мы помогаем печени, по-моему, это очень замечательная процедура, многие люди, вторая процедура, это баня, это баня, кто любит в баню ходить, тот меня поймет, но, к сожалению, некоторые люди не могут переносить вот эту температуру в парной, так вот, друзья, прежде чем, вот если вы такой человек, не можете переносить вот этот пар в сауне или в русской бане, или там в хамаме, неважно где, так вы начните с контрастного душа, друзья, вы начните с контрастного душа, подготовьте свою кожу, поделайте там, ну, ну, месяц хотя бы контрастный душ, я вас уверяю, кто вот начинает делать контрастный душ, они потом ни дня не могут без него прожить, забыл уточнить, когда делать эту процедуру, ну, по-разному, либо утром, либо вечером, попробуйте и так, и так, вам тело само подскажет, то есть, если вы сделаете вечером, то это успокоит нервную систему, вы так успокоитесь, хорошо уснете, если вечером вам не подходит, не нравится, делайте с утра, с утра встали, получили заряд энергии, бодрости и пошли выполнять, я обычно с утра делаю, это как раз для бодрости, сразу прилив силы, прилив энергии, замечательно, то есть, попробуйте, и так, и так, тело вам само скажет, когда вот эта процедура вам больше всего заходит, да, про обливание водой я уже рассказывал в одном ролике, потом вам пришлю ссылочку, а про баню у нас ходит такая поговорка, баня чистит, баня парит, баня очищает, кожа дышит, а у нас ходит такая поговорка, в какой день паришься, в этот день не старишься, тоже верно, согласен, так вот, как ходить в баню, друзья, то есть, вы поделали контрастную процедуру, подготовили свою кожу, и пошли в баню, ну, желательно с венечком, конечно, так вот, вы не смотрите там ни на кого, кто как парится, ну, в смысле, не на голые тела не смотрите, а не смотрите, кто как парится, все свои правила, вы пришли, ну, вот я говорю, кто не ходит, с начальным уровнем, поэтому так же заходите в парилку, не надо забираться на самую там высокую полку, там, сидеть два часа, вот зашли в сауну, опять, в зоне комфорта, сколько могли, потерпели, дело в том, что у нас там уже и голова как бы нагревается, ну, в общем, всем телом, зашли, не можете подниматься там по ступенькам, ну, постойте, вот, как он там, ну, не на входе, а вот, ну, на нижнем уровне, вот, постояли, нагрелись, и потом вы уходите, и опять становитесь под прохладный душ, ну, в бане уже можно там немножечко похолоднее сделать, как говорится, но опять же, все в зоне комфорта, не надо ставить над собой вот такие вот подвиги, опыты, вот, и... То есть, опять контрастная процедура? Да, то же самое контрастная процедура, только вместо горячей воды у нас тут выступает температура в сауне, ну, можно сказать, пар, да, температура. Так вот, вы пришли в баню, да, первый раз зашли без веника, зашли просто, постояли, нагрелись, у нас споры расширились, потом идете, берете мочалку, мыло, там, или чем вы там моете, ну, лучше мыло, не вот эти вот шампуни, которые невозможно, там, гели, которые невозможно смыть потом. Самое простое, банное мыло, либо дегтярное мыло. Да, дегтярное мыло, замечательно, ну, я могу порекомендовать, обычное детское мыло, дешевое детское мыло, вот, взяли его, помылись и все, то есть, для чего помыться, вот, после первого раза захода, просто, чтобы смыть вот это потожировую пленку, которая все-таки еще остается на теле, мы ее смыли, все, и уже потом берем веник, заходим в сауну, и паримся, ну, с веничком попарились, вышли опять, под прохладненькую водичку, с ног до головы себя облили. Ну, вот это важно, да, то есть, мыться вот этими средствами, в бане не стоит, не после последней по вилке, а после первой. Да, именно после первой по вилке, да, а то многие заходят, там и парятся, и парятся, а потом только морются, друзья, не надо, в конце мы два раза помоемся, после первого захода, без веника, не надо лишний раз стимулировать, смыли это потожировую пленку, значит, в последующем захода в парную, кожа будет просто лучше потеть, вот и все, и чем она лучше потеет, тем больше из вас будет выходить. Ну, а различные веники, они тоже стимулируют, кожный покров, это же массаж практически, используются, и всякие еловые колючие там веники, пихты, или береза, или лупые веники, когда вот такая трещотка там пробивает, в общем, чем больше вариаций, чем проще, тем лучше. взяли березовый веничек, пока вы там первый раз заходите без веника, он запарился, вышли, помылись, подсохли, подсохли маленько, взяли веник, и пошли. И что мы видим, друзья, после бани, и после контрастных процедур, у нас кожа покраснела, друзья, покраснела, вот я очень сейчас важную вещь скажу, запомните, пожалуйста. И что вызывает это покраснение? Да это вот подкожные сосуды, капилляры расширились, расширились, и это очень замечательно, да, они расширились. Дело в том, что вот цель этих контрастных процедур еще не только улучшить работу потовых желез, друзья, вот очень важно, поверьте, дело в том, что так как у нас под кожей проходят сосуды, мелкие, чем глубже крупные, до них это тоже разность температур, доходит. И смотрите, как устроен сосуд, ну если очень просто, ну это как бы такая полая трубка, она покрыта мышцами, поэтому бывает сосудистый спазм, это что, когда мышца сосуда напряглась, сократилась, а спазм это что, значит трубопровод был такой, стал вот такой, то есть кровь плохо будет проходить. Поэтому, друзья, вот эту сосудистую стенку, скажем так, усилить ее или накачать, можно, конечно, это положительные занятия спортом, активный образ жизни, ну движение, скажем так, но лучше всего, друзья, это контрастные процедуры, и они менее затратные и приятные. Ну вот вы сидите в бане, паритесь, сосуды, сосуды работают, сосуды расширились, вы встали под холодную воду, и, ну я вообще под ледяную встаю там, и вот прям дыхание сводит, вот это что, это вот, все сократилось, и сосуды, и все, как говорится. И это очень важно, тем самым расслабляя, напрягая сосудистую стенку, мы ее качаем буквально, вот как бицепс, вот напрягли, расслабили, напрягли, расслабили. Друзья, вот смотрите, что получается, а сильная сосудистая стенка, накачанная, она выдержит любое давление, то есть не будет никаких, ни инсультов там, геморрагических, когда там сосуд лопается. Так. И дело в том, что тем самым, то есть прокачав сосудистую стенку, друзья, обратите внимание, вы получаете над ней контроль, а так как сосуд, это какое-то связующее звено между какими-то органами, то получив контроль над сосудистой стенкой, мышечной я имею ввиду, вы получаете контроль над работой вот этих органов, потому что по сосуду будут приходить по питательным веществам, вода, жидкости, ну, все, что нужно, полезно для этого органа, а выходить будут продукты распада. Так вот, смотрите, мы получили контроль над сосудами, над сосудистой мышечной стенкой, мы получили контроль над работой органов, тем самым мы получили контроль над работой всего организма. Вот такая простая процедура. Точно согласен, да. Такие положительные моменты. А трассные процедуры, они очень хороши, да? И, как ты говоришь, не будет ни инфарктов, ни инсультов? Ну, конечно, конечно. Ну, это сильнейшее средство от них. И еще одна замечательная процедура, мало кто о ней знает, ну, спортсмены иногда используют все, друзья, это скипидарные ванны. Скипидарные ванны, это просто даст фантастичь, как говорится. Что это такое? Значит, есть скипидар двух видов, который продается на строительном рынке, он нам не нужен, от слова, вообще. А есть скипидар, который продается в аптеках. Откуда он берется? Это вот смола сосновых деревьев, там, живица, как так называемая. Живица, да. Да, и делают этот скипидар из смолы вот сосновой, то есть абсолютно натуральный продукт. Он бывает двух типов. Желтая эмульсия и белая эмульсия. Но, как правило, продают микс, их смешивают и продают вот такой готовый скипидар для ванн. Желтая эмульсия, по-моему, подсушивает кожу, а... Ну, это не важно. Продается в виде никса. Если найдете отдельно, покупайте любую, разницы нет. Так, посмотрите, друзья, что делает скипидар, вот этот натуральный. Он попадает через проток потовой железы, либо сальной железы, он попадает прям вовнутрь самой вот этой железы. Он растворяет вот эту пробку, которая грязи поливает, там ее пота жировая, там ее как называют. Он растворяет вот этот вот выход сальной потовой железы, попадает вовнутрь этой железы, там растекается по стенкам и стимулирует выработку вот этого вот либо пота, либо кожного сала. Вот. И... То есть мы... Если первые две процедуры мы использовали физический метод, ну, то есть холод и тепло, то в данном случае мы химическим путем химическим путем растворяем получается больше жидва и больше выходит из зажигания. Да, да. То есть мы... Он становится более жидкий и более того, попадая вовнутрь вот сальной железы, она начинает раздражать ее, а сальная железа вырабатывает только вот это кожное сало. Она старается смыть как бы его, чтобы он не раздражал ее, там не щекотал, не жег. Старается смыть, ну и выделяет хорошо кожное сало, а вместе с ним жирорастворимый шлак и токсин. А то сало, которое еще было бы уже от кожных клетчатков? Нет, ну вот на него только диеты, Олега, ну, туда она уже не проникает. То есть это все в пределах кожи у нас происходит. В пределах дерма? Да, в пределах дерма, да. Так вот, друзья, как делать скипидарные ванны? Да, расскажи правило. Это очень... А вы записываете? Это да, кто не делал, может столкнуться с трудностями и как же, что там брать. Так вот, берете вот эту эмульсию, подчеркиваю, купленную в аптеке, для первого раза берете 15, ну, от силы 20 миллилитров. Концентрация, друзья, зависит от вашей чувствительности кожи. Какая у вас, я не знаю. Вы сами не знаете. Вы должны это определить при первой процедуре. Вы берете... Ну, как отмерить 15-20 миллилитров? Ну, элементарно, шприц с аптеки, они там на 5 кубиков бывают, на 10... Вот, ну, если вы 15 миллилитров, ну, 3 шприца по 5 кубиков взяли этой эмульсии и добавляете ее в стакан с кипятком. Выжали прям в стакан с кипятком, размешали ее. Перед этим вы должны наполнить ванну, куда вы будете ложиться. Какой температуры, опять же, ну, как и из опыта, примерно 38-39-40 градусов. Итак, друзья, у вас налита готовая ванна с температурой 38-39-40 градусов. Опять же, все зависит от вашей чувствительности кожи. И вы выливаете в нее вот этот стакан с кипятком, где уже растворено 15-20 миллилитров вот этой вот эмульсии. Выливаете в ванну, размешали ее рукой и залазите в нее и лежите, отдыхаете. Сколько отдыхать? Опять же, это вы определите в первую процедуру. Как это понять? Этот скипидар вас начнет жечь, щипать, примерно как горчичники вы ставите. Вот как только началось вот это жжение, щипание, все, вы вылазите из ванны. Ну, буквально там минуточку. Ну, для первого раза, вот вы легли, началось сжечь, ну, потерпели минутку. Лицо не погружаем? Нет, нет, ну, а как мы дышать будем, если мы нырнем в ванну? Нет, в ванну с лицом не нужно нырять. Мы лежим, отдыхаем. Нет, нет, ни в коем случае, Олег, сейчас все расскажу. То есть, легли в ванну, 15 миллилитров в стакане развели, вылили, легли, полежали. Как только началось сжжение, вы вылазите из ванны и вытираетесь полотенцем, но не так вот, прямо вот, чтобы на сухо, а так промокаете, просто промокаете кожу, чтобы вы были немножечко влажные. То есть, смывать не надо? Смывать не надо водой, не надо. А, это важно замечательно. Это очень важно, да, потому что, что мы потом делаем? Мы надеваем на себя теплую одежду. Ну, что я имею в виду? Сначала, конечно, нужно надеть что-то хэбэшное, там, футболку какую-нибудь, хэбэшные трусики, хэбэшные носки, друзья. Мы надеваем и на ноги носки. Потом мы надеваем там, или кто-то термобелье надевает. Ну, вот теплые штаны с начесом прям. Надеваем свитер или что-то теплое там, как эти вот, на молнии молодежь все смосят. Толстовку, вот, толстовку надеваем. Худи, по-моему. Худи, ну, теплое что-то. С родиком, который. Теплое, да. Толстовку или свитер. Ой, с капюшоном, с капюшоном. И после этого, друзья, мы ложимся в постели, накрываемся теплым одеялом. Теплым одеялом. Так прогреться надо пропатиться. Да, нам нужно прогреться. Друзья, я вам скажу, что вот за одну эту процедуру человек может потерять 5 килограмм. Представляете? 5 килограмм. Это реально, да. Живого веса? Нет, вот этих вот ненужных веществ, которые из нас вынесли, да. Ну, которые составляют наш вот... Это не просто вода из нас вышла из плода. Не просто вода, это вся гадость, которая накопилась в организме, выходит. Помогаем почкам, помогаем печени. И, друзья, чтобы еще усилить этот эффект, может, там, со следующих процедур, мы еще берем и пьем любой горячий напиток. Если есть чай, пейте чай. Ну, кофе не надо пить. Ну, очень хорошо помогает, знаете, имбирный чай. Просто берете корень имбиря, натерли немножечко на терке, ну, положили там, опять же, по вкусу, сколько вам, чтобы вкусно было. Залили горячим, ну, не кипятком, сильно горячей водой. Залили и лежите час, час укрытый одеялом и пьете вот такой вот. А, час там? Да, час. И пить имбирный чай? Да, ну, не целый час пить имбирный чай, ну, выпили чашечку. Все по самочувствию. Хотите еще имбирный чай, ну, налейте еще. То есть, что имбирь слишком жжет, да, можно его там подсластить каким-то... Можно, но... Курагой или чем-нибудь таким чайным. Ну, лучше положить, вот, для начала, я говорю, вы первый раз сделаете, второй раз сколько имбиря, сколько скипидара лить, это вы уже сами поймете. Каждый подбирает под себя. Да, так вот, в итоге, ну, я скажу, как бы, по опыту многих людей, 40-20-40. В итоге должно получиться. 40 миллилитров суспензии, ну, опять же, это зависит от вашей чувствительности. 20 минут лежать в ванне при 40 градусах. То есть, 40-20-40. 40 суспензий, 20 по времени в ванне, 40 температура в ванной. Ну, эту игру вы сами подберете. Если нет, нигде не нашли этой эмульсии, и все. Замечательно, такая же ванна делается из сухой горчицы. Вот, горчичники мы ставили на спину, там, на кожу. Ну, в порошке продается. Да, обычная пищевая горчица, которая продается в порошке. Берете две ложки и высыпаете сразу уже в ванну. Опять же, эти две ложки, это вот начальная, ну, скажем так, начальная концентрация. Начальная, да. Потом, если много, если много, насырите меньше. Если мало, добавите еще. То есть, опытным путем определите сами. И дальше такая же процедура. Полежали, началось щипать, вылезли, промокнули себя, насухо не вытираем. Оделись потеплее, легли в постель, пьем чай. Эта процедура так расслабляет, что некоторые люди, даже если вот вечером делают, прям засыпают, успят так всю ночь. Уснули, ничего страшного, это просто замечательно. Ну, одежда же будет мокрая, спотея. Ну, если человек очень устал, он усмет, хоть в какой вам одежде. Потому что настолько... Замечательно, замечательно. Потому что, поймите, какой механизм. Тело столько сбросило ядов, и оно просто вот отрубается от такого удовольствия. Измуждено. Да, измуждено, истощено, но оно сразу переходит в режим сна. Встали, час пролежали, встали, пошли, ополоснулись душиком. Все, процедура закончена. Если вы уснули, в крайнем случае, ночью, ну, встали утром, сделали тот же контрастный душ, ну, еще мылом там себе в конце потерли. Ну, понятно, да, тут уже каждый под себя. Так вот, друзья, теперь я отвечу на самый главный вопрос. Почему же, прежде всего, вот это женщин волнует, почему же стареет и плохой цвет лица, рук? Почему так вот не совсем хорошо вот у нас вот запахи такие вот из-под мышек, все. Так вот, друзья, смотрите, если, допустим, вот условно, так как все-таки самая главная функция кожи это барьерная. Это барьерная среда между окружающей средой и внутренней средой организма. Так вот, если кожа, если основные моделительные системы не справляются с выведением вода, жира, растворимых шлаков, токсинов, кожа выводит. Так вот, друзья, если у вас будет прокачано только вот лицо, зона декольте, руки и ноги, то вот все вот эти яды, шлаки и токсины будут выделяться только вот этими участками прокачанными. Но так как кожа все-таки для этого не предназначена, она будет от этого страдать. Как страдать? Встареть, шелушиться там что-то будет, или наоборот сильно жирное будет, а самое главное цвет лица. Вот порой посмотришь на людей, ну просто землистый цвет лица, просто, ну, чёрную там у негрой, но раз и такой-то бывает. Поэтому, друзья, поймите, если у кожи у вас будет всей поверхностью, допустим, выводить эти ненужные вещества, то она с этим справится. Но если только через лицо, шею, там, голову, волосистую часть головы, руки, и вот посмотрите, что чаще всего стареет у женщин. Они поэтому вся эта вот косметика на это направлена, это вот припудрить лицо, шею выдает возраст и руки, выдает возраст у женщины. Руки, шея, лицо они там намажут чем-нибудь, вот таким условием, там не поймёшь. Но шея, так как она вращается, тут сильно много не намажешь, ну и руки, тем более, там, не наложишь слой краски, вот видно. Поэтому, друзья, оставайтесь всегда с молодым, здоровым цветом кожи на лице. временцем на лице. Да, да, да. Единственное, по противопоказаниям, вот контрастный душ, вот нужно подходить с осторожностью, кое-что варикозное вот расширение, вот как правило, на икрах это вот всё, потому что в этой зоне застой венозной крови, там, как правило, вот и образуются вот эти тромбы, которые потом могут оторваться и нанести какой-то вред организму. А, контрастная процедура вредная часть, что может тромб отрываться? Ну, вот у кого варикоз, варикоз, вот где вот есть застой, ну, смотря какой варикоз, там, сильный, невыраженный, если там одна небольшая какая-то венка, там, спухла, ну, делайте, ничего страшного. Более того, то есть, вот эти контрастные процедуры, если у человека повышено давление, оно понижает давление, поэтому вот первую процедуру делайте на всякий случай, чтобы был кто-то дома, потому что давление может понизиться, ну, можете себя не совсем комфортно чувствовать. Ну, давление понизилось, это замечательно. Ну, просто человек не был к этому готов, поэтому он может немножечко так растеряться, скажем так. Ну, собственно, все. Бывает такое, я даже один раз от контрастных процедур слишком резких голубых рукопов. Ну, от слишком холодной воды так сузили сосуды, что отключился мозг. Да, чтобы вас кто-то мог поддержать дома, мало ли там что-то. Для первого раза, пока вы не поймете, вот, какая температура в горячей фазе или в холодной вам нужна. Поэтому, первый раз с осторожностью. Да. Ну, слушай, все отлично, замечательно рассказал. Побежали себя не испытывать, а тренировать свою сосудистую систему, да, через кожу. Да. Благодарю, Галик. Гарит. Спасибо, что предоставили площадку. А в следующем видеоролике мы расскажем еще про видеоролику. Мы закончим вот этот цикл видеороликов, мы закончим про последнюю дополнительное выделение систему легкие, остановимся про легкие, почему человек болеет вот этими простудными заболеваниями, как это связано с легких. Смотрите следующий видео. Тоже будет очень интересно. До встречи, друзья, подписывайтесь, не теряйтесь, будьте с нами на связи.